Наши политики молдавские специально для того, чтобы дезорганизовать население, говорят о том, что мы проводим референдум о вступлении в какое-то государственное образование и называют его Евразийский союз. Такого Евразийского союза не существует и какого-то единого государства не существует. Между шестью странами существует международный договор о создании единого экономического пространства и единых экономических механизмов. Этот союз, сообщество экономическое, был осознан с целью развития национальных экономик. Хватит покупать зарубежные, надо производить свое. Вот это основной принцип. И сейчас стоит вопрос, мы хотим присоединиться к тому объединению государств, где можно возразить и собственную экономику или нет? Или мы хотим быть на рубеже между Европой и саможенным союзом, ни на одном стуле, ни на другом стуле не сидеть, а между стульями? Так не получается. То есть мы должны быть там, где нам выгодно. Мы должны быть там, где выгодно можно покупать и дешево покупать, и куда можно что-то продавать. Так вот, когда мы вступаем в Евразийское экономическое сообщество и в таможенные союзы, Россия, Беларусь и Казахстан, сразу цены на энергоносители станут дешевле. Почему? Потому что в сегодняшних ценах, что мы получаем, есть экспортная почта. А коль граница таможенная ликвидируется, экспортная почта не будет применяться. Так, к примеру, сегодня белорусы получают газ по 156 долларов. И мы будем получать. Надо ли объяснять населению Республики Молдовы, что означает снижение цен на электричество, бензин и газ? Это и для кармана хорошо, и для экономики очень хорошо. Второе, ликвидируя таможню и пограничные службы, любой человек сможет любую продукцию, картошку, яблоки, без помощи государства выращенной, загрузить свою машину, без накладных отвезти, продать, любую валюту получить, любую валюту привезти. То есть появляются свободы. Таможенные и административные барьеры ликвидируются. И самое главное следующее, что пока мы будем возрождать нашу Молдову, наши граждане, работающие в Белоруссии, России и Казахстане, получат равные права с гражданами России на трудоустройство, медицинское обслуживание и социальное обеспечение. У нас 500 тысяч граждан кормят всю нашу Молдову страну. Сейчас Таджикистан подал заявку в таможенный союз, Киргизия подала, Армения подала. Они получат право наравне с россиянами получить труд и наших вытурят оттуда. И можете себе представить, чем будут заниматься 500 граждан, чем будут заниматься их семьи, если они вынуждены будут оттуда уйти. Поэтому мы торопимся вступить тоже в таможенный союз, чтобы те 500 тысяч граждан не только остались там на работе, но еще получили более высокие законные права на трудоустройство наряду с гражданами России. То есть, когда у страны нет денег, надо решать две задачи. Экономить деньги людей и зарабатывать для них деньги. Экономить мы будем, потому что мы будем дешевле покупать, зарабатывать будем, потому что у нас появится открытый рынок сбыта нашей продукции. Почему к нам не шли 20 лет иностранцы? Потому что Молдова маленькая страна и бедный народ. Зачем сюда вкладывать деньги? Сейчас, когда мы становимся частью экономического пространства, где живут 200 миллионов покупателей, мы уже имеем мотивацию, как приглашать итальянцев размещать фабрики здесь. Почему? Потому что итальянские консервы, колбаса и вино, которые будут поступать в таможенный союз и облагаться пошлими 40%, а если тот же самый итальянец сделает это вино здесь, он будет беспошлим продавать. И наши девушки, и наши ребята, которые работают в Италии, сумеют убедить итальянских инвесторов перемещать сюда производство. То есть попытка обвинить инициаторов в проведении референдума, то, что Кремль им платит деньги, и они хотят продать страну, это полнейшие глупости. Этим занимается американское посольство, этим занимается альянс, который пользует американское посольство для того, чтобы дискредитировать идеи. Но люди по всем районам, по всем селам поддерживают широко эту идею. Почему? Потому что они понимают, что никто не поможет им продать ихнюю картошку или яблоку. Поэтому надо ликвидировать границы, чтобы самим это продавать. Люди научились уже сами выживать. Людям хотя бы надо не мешать. И вступление Молдовы в таможенный союз создаст эти экономические предпосудки возрождения нашей экономики. Не говоря уже о том, что в таможенном союзе есть антикризисный фонд, 10 миллиардов долларов, и Молдова, если вступит, получит около полтора миллиарда на возрождение национальной экономики. Не говоря уже о том, что на прошлой неделе я вернулся из Китая, Китай готов проинвестировать в Молдову 2 миллиарда долларов. Если действительно Молдова станет членом таможенного союза, то уже будет рынок сбыта. Вот какова идея. И меня очень радует, что эту идею поддерживают люди, граждане Республики Молдова, независимо от национальной принадлежности, языковых предпочтений. Поддерживают все. По вопросам общественного мнения, больше 50% граждан Республики Молдовы выступают за вступление Молдовы в таможенный союз. И только за прошлый год на 20% меньше граждан хотят вступление в Евросоюз, потому что не верят в это. Мы все хотим жить в Евросоюзе. Мы все хотим, чтобы были хорошие дороги, хорошие условия жизни. Только мы должны быть реальными людьми. Там тоже свои проблемы есть. Лучше, чтобы мы зарабатывали сами деньги, ездили в Евросоюз, покупали хорошие вещи и отдыхали. Вот чего нужно добиваться. Впервые в истории Молдовы народ Республики Молдовы самостоятельно, без партий, принимает решение о проведении референдума. Все рассчитывали, что народ опять выскажет свое пожелание парламенту. Нет. Мы знали, кто находится в власти, и что он никогда не разрешил собственному народу реализовать свое право на более достойную жизнь. Поэтому мы придумали законодательный референдум, на этом референдуме будет принят закон, и согласно Конституции и законодательству Республики Молдовы, президент, парламент и правительство обязаны исполнять этот закон. Все опасения людей о том, что парламент помешает проведению референдума, абсолютно несостоятельны. Почему? Потому что в законе четко написано, что парламент только утверждает дату. Парламент не имеет права высказываться ни по поводу закона, ни голосовать за этот закон. Потому что воля и власть Молдовы принадлежит народу. И вторая статья Конституции говорит о праве народа через референдум осуществить прямое управление государственными делами. Это будет тот первый случай в истории Молдовы, когда народ Республики укажет на два года, пока еще этот парламент есть, как этому парламенту работать, в каком направлении развиваться. А через два года народ сделает свои политические предпочтения. А может быть и сам станет властью. Спасибо вам большое. Пожалуйста.